Выехал из аула Жанадавыр и еду в аул Жанаталап. Тоже Ильийский район, относится к сельскому округу Байсирке. По пути есть тут небольшое озеро с левой стороны и с правой стороны от дороги. Позади озера вроде как какие-то сады, выращивают деревья. Также мне сказали, что в ауле Жанаталап тоже есть МТФ, как и в ауле Жанадавыр. Но вроде как в Жанаталапе он еще функционирует, а в Жанадавыр уже не работает. И что самое интересное, я говорю всем, то есть МТФ, а они мне в ответ говорят, что это МТФ. Вот, и такая разница есть. Вроде бы подъезжаю к аулу. На подъезде здесь с левой стороны вижу высокотажное здание. Какое-то предприятие относительно вроде новое, так как сооружения вроде новые. Какое-то предприятие. на въезде в аул тут очень много новых домов а вот и знак о начале населенного пункта жанат ала паула и уже на начале езда здесь очень много тоже новостроек дарах она аптека есть газ газовые трубы с правой стороны можно увидеть их тротуара нет освещение пока не вижу вон там впереди вроде в данном ауле тоже есть своя школа сказали вроде что перед школой есть памятник с левой стороны есть водонапорка антенны сотовой связи вроде вот и фонари дорожное освещение также есть тротуар с левой стороны маленький но есть продуктовый магазин диана здесь вот старая остановка с левой стороны стоит автобус так предлагаю по главной дороге скоро проехать а потом уже вернемся сюда а вот здесь оказывается с левой стороны была школа видимо эта дорога уже на выезд здесь вот еще один знак жанатала паула видимо на этом уже заканчивается а вот и а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Видимо вот эта дорога, по которой я только что выехал, это дальше она выходит на Копчегайскую трассу. Так, вернулся обратно в аул. Вижу есть мечеть. Также здесь, видимо, есть стоянка автобусов 214. И дальше вон там вижу школу. Здание местной школы. Мюльдр Балабах шоссе. Колхозная ку-шоссе. Также рядом со школы есть небольшой магазин. И там дальше есть памятник. А здесь вот, оказывается, еще есть ателье. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Вот по этой улице находится местная мечеть. По старым данным, в этом ауле проживает примерно 1000 человек. Это на 2009 год. А по новым данным, которые я видел недавно в сельском Акимате, то здесь уже почти 3000 человек. Также в 2021 году сейчас идет перепись населения. Будет ясно, то есть, сколько здесь конкретно человек проживает. Игровая площадка на прочь мечети. А вот здесь находится сама мечеть. Ау, дым мечте. Асанбаев Абдыхамид мечты. 2007 жил. 2007 годы, видимо, мечеть. Субтитры создавал DimaTorzok Это вот территория мечети. Точнее, перед мечетью. Решил прокатиться по этой улице, на которой находится мечеть. Так как в этой стороне, в конце аула, тоже есть какое-то предприятие. Сезым Бебегжай Балабахшасы. Ясли сад. Так, улица называется... Омерзакова. Омерзакова кучасы. Вдоль улицы продаются дома. Дорога асфальтированная, но местами есть дырки. Вон там, в конце улицы, вижу знак кирпич. Видимо, это и есть уже либо ферма чата, либо, может быть, это и есть тот МТФ. Уже четвертый дом, который продается вдоль этой улицы, оказывается. Здесь, если честно, непонятно, что находится. Написано только зона таможнего досмотра. Если вдруг вы знаете, что за предприятие, черканите об этом в комментариях под видео. Также, оказывается, здесь ранее проезжал вот эти пруды. И здесь, оказывается, есть рыбалка. Вот здесь, с левой стороны, какой-то вроде, называется Казфиш, что ли. На карте, по крайней мере, так отмечено. Это вот, когда ехал со стороны Жанат-Давыр в сторону Жанат-Алаб. Да, так и есть. Вот здесь, оказывается, рыбалка есть. 3000 тенге удочка. Для пенсионеров 1500 тенге, сказали. Если вы знаете про этот аул какую-нибудь интересную информацию, то оставляйте в комментариях под этим видео. А на этом все. Спасибо. До скорой встречи. Пока-пока. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!